Боязид, какое благо было от предательства Абдул-Уахаба, если смотреть в контексте войны османского халифата против России и других врагов в то же самое время? Как можно всем мусульманам вынести такфир? Да, суфии совершают бит, а оно в спину придать, когда идет джихад. Это низший поступок, нам надо это пересмотреть. Боязид, тебе нужно сначала элементарные знания получить в истории, не говоря уже о религии. В истории хотя бы нужно получить знания, и ты поймешь, что когда жил Мухаммад бин Абдул-Уахаб, не было никакой войны с Россией. Это вообще не тот период, когда ты говоришь о Первой мировой войне, а тогда Мухаммада бин Абдул-Уахаба уже не было в этой жизни. Саудовская Аравия, вообще Саудовское правление, оно имеет два этапа. Было первое Саудовское государство и второе. Вот сейчас это второе. А когда был Мухаммад бин Абдул-Уахаб, это было первое Саудовское государство. Между первым и вторым Саудовским государством есть еще огромный период времени, когда там правили другие. Так что немножко исторических знаний, как бы черпани, и ты не будешь говорить о глупости. А что касается, какая была польза, и не предательство. Предательство – это когда ты переходишь на сторону врага. Выход против правителя не является предательством. Это выход против правителя. А в чем было благо? Благо было в том, что Мухаммад бин Абдул-Уахаб очистил Аравийский полуостров от многобожия. И по сегодняшний день этот полуостров, он, можно сказать, чист от многобожия. Там нет ни одного идола, которому поклонялись наряду с Аллахом. Там нет ни одной могилы, которой бы поклонялись наряду с Аллахом. Это место, где сегодня есть институты, университеты исламские. И ежегодно они выпускают тысячи и тысячи блестящих выученных студентов, которые разъезжаются по этому миру и призывают людей к истинному исламу. Это очень важное достижение, которое получилось благодаря тому, что в свое время Мухаммад бин Абдул-Уахаб вышел против османов и провел вот эту вот работу. Да помиловать его Всевышний Аллах. А то, что ты говоришь там, выносить всем мусульманам такфир, ну это ложь, это ложь уже миллион раз оповергали. Никому он не выносил никакие такфиры. Он выносил такфиры тому, кому его вынес Аллах и его посланник. Вот тем он выносил, безусловно, тем и сегодня их выносят. Вон саудовский шейх Фаузан, когда ему сказали о том, что типа Мухаммад бин Абдул-Уахаб, говорят якобы, что он выносил такфир, он сказал, ну придите и докажите нам на основании Корана и Сунны, что он выносил. Придите и докажите. Поэтому пойдите и докажите. Историю как раз надо изучать тебе. Я не про Первую мировую говорил о войне халифата с Россией в 1787 году и с другими кафирскими странами в то же время. Это было именно время Абдул-Уахаба. Очень высокомерно ты мне отвечаешь. Не понимаю для чего. Что это за война России с халифатом, которая была при Мухаммаде бин Абдул-Уахабе тогда? С кем это была эта война? Я, конечно, не говорю, что вообще, в принципе, на тот момент османский халифат не вел никаких войн. Османский халифат всегда с кем-то что-то там вел. Это разумеется. Они постоянно куда-то нападали, от кого-то защищались и находились, можно сказать, в таком состоянии войны. Но война с Россией, о которой ты говоришь, я не знаю такой войны, которая бы была при Мухаммаде бин Абдул-Уахабе. Пока Кадыров отдыхает, Тумсо работает. Кадыров, по-моему, тоже уже не отдыхает. Вы, кстати, видели первое вот это совещание, которое провел Кадыров после своего этого отпуска. И он заходит в зал, и все встречающие его, вот это все эти члены правительства, там всякие чиновники, все они стоят и стоя аплодируют Кадырову. А он между ними проходит такой довольный. Это гибрид Северной Кореи и Туркменистана, да, такой. Мы видели подобное в Туркмении, когда этот Гурбан Гулы, или как его там, он либо заходит, либо он что-то говорит, все там ему хлопают, стоя что-то записывают. И точно так же, когда лидер Северной Кореи перед ними выступает, или тоже заходит в зал, все стоят, ему аплодируют. С кого ты берешь примеры Кадыров? Неужели ты даже для того, чтобы взять пример с кого-то, неужели ты не нашел никого другого? Даже Путин, когда куда-то заходит, вот такого не происходит. Путин же вроде твой кумир. Но почему-то вот в этих вопросах ты берешь примеры даже не с него. Ты решил взять пример с лидера Северной Кореи Ким Чен Ина, или лидера Туркмении Урбан Гулы, я не помню, как его зовут. Просто отвратительное зрелище. И все эти люди, и комментатор говорит, вот говорит, настолько соскучились, как члены правительства по Кадыру, что они аплодировали ему стоя. Ха-ха-ха. Да, именно так и было. Они все по нему настолько соскучились. Отвратительно наблюдать за этим. Я не знаю, как вам от самих себя не воняет после этого. Хотя вы надеваете на себя ордена героев России, кресты, эти ордены мужества, они в виде крестов выполнены. И вам даже тогда от себя не воняет, в принципе. Почему вам должно вонять, когда вы делаете нечто подобное? Тумсу, как ты думаешь, почему Рамзанщина так рьяно лоббирует путь Ахмата Кадырова? И дело даже дошло до того, что они в своих речевых, в своих речевках высказывают реплики типа Аллах и Ахмад Хаджи и тому подобное. Почему они это делают, я не знаю, об этом можно рассуждать там долго. Но вот такая концепция у них, что есть, как был путь Ленина в свое время. Вот они сделали для себя путь Кадырова. И все, это как бы теперь основа. Они пытаются культивировать его, из предателя сделать героя, навязывают это людям. Но никогда и ни у кого не получалось это сделать. Никогда и ни у кого. Сделать предателя героям не получалось никогда и ни у кого. Все равно герои остаются в памяти народа героями. Хоть про них и не пишут никаких книг, не снимают передач. Все равно люди их помнят, передают это из уст в уста. Люди знают об этом. Как, например, о шейхе Мансури, о Байсангуре, о Бреке Селимхане, о Хасуфе. А предатели, они также остаются предателями в памяти народа. Их тоже, сколько бы ты про них ни писал книг, ни снимал передач, сколько бы ты ни навязывал людям этот культ, сколько бы ты ни называл площадей, скверов, улиц, объектов там его именем. Все равно народ их запомнит предателями. Никуда они от этого не денутся. Все, что они делают, это тщетно. Как думаешь, что Мансури Рамзан вернет земли, утерянные во время депортации? Он в этом заинтересован или его интересует, что под землей? Он, конечно, в этом заинтересован. Если бы у него была бы возможность их вернуть, например, Ауховский район, присоединить к республике, он бы это сделал с удовольствием. Потому что это очень серьезно дало бы ему столько дивидендов. Это настолько бы его, вот эти его поклонники бы просто его вознесли бы. И даже те, кто как-то воздерживался, даже они стали бы его за это благодарить. Потому что это очень серьезный вопрос Ауха. Это такая рана на чеченском теле. Все прекрасно понимают, чья это территория на самом деле, где она должна быть. Это все знают. И в Дагестане знают, и в республике. И этот момент такой, очень такой величайшей несправедливости, современности в современном мире, вот этот момент. Если бы Кадырову удалось его решить, он бы это сделал с удовольствием. Просто у него нет этой возможности. Ему этого не дадут сделать. Кремль не даст ему сделать это. И он это прекрасно понимает. Наверняка он попытки какие-то делает, возможно. Но это тот вопрос, который ему не позволят осуществить. Саламу алейкум, выносишь такфир джамбоксу алейкум ассалам. Я думаю, это не твое дело. Кому там такфир выносится, не выносится это. И вопрос это не ко мне. Это вопросы... Меня вообще мало волнует вероисповедание Джамбулата или всей этой кадыровской шайки. Вот мне плевать, будь они хоть индуистами, пусть поклоняются коровам. Мне плевать на это не хотел. Я, конечно, был бы рад, если бы они были бы все правильными мусульманами и хорошими ребятами. Но они такими не являются. Они отвратительные люди. Поэтому мне плевать, кому они там поклоняются и что они делают. Это их личная как бы проблема. И то, что между ними и Всевышним Аллахом, ничего из этого упущено не будет. В судный день они за это ответят. Меня, мое личное отношение к ним, это опять-таки мое дело, которое не должно волновать никого другого. Нас с вами должны волновать те преступления, которые они совершают. В том числе и религиозные. В том числе и религиозные. Как, например, 126, по-моему, там, или с лишним объектов, официальных объектов, где поклоняются кому бы то ни было, помимо Всевышнего Аллаха. Я говорю сейчас о зияратах, где приобщаются товарищи Всевышнему Аллаху. Вот это же преступление с религозной точки зрения. Вот эти моменты должны волновать. По этому поводу должны выступать с проповедями. Это должны опровергать наши призывающие, ученые, студенты и так далее. По поводу их преступлений, где они убивают, похищают, угнетают людей. И по этому поводу тоже нужно выступать против, говорить, как, например, это делаю я сегодня. То есть, это те моменты, которые должны волновать, и об этом нужно говорить. А не то, как ты кому относишься, что ты там об этом думаешь. Это не те вопросы, которые должны людей волновать. Мне наплевать, как ты, или кто бы это другой, кто бы это ни был другой, там, относится с религозной точки зрения к ним, считает ли он их там мусульманами, или не считает он их мусульманами. Да хоть индуистами их считай. Да плевать. Главное, чтобы ты отрекался от всего того, что они творят. Тумсо, что с Дугазаевым? Он сдержал свое слово. Он обещал показать интервью, которое он дал властям Германии. За базар надо отвечать. А ты сам как думаешь, сдержал он это слово? И сдержит ли он его вообще? Конечно, нет. Дугазаев балабол. Обыкновенный балабол, который пробалаболил и получил себе статус беженца, потом пробалаболил и получил гражданство, в разговоре со мной пробалаболил, где бы, с кем бы он ни разговаривал, он будет балаболить. Потому что обыкновенный балабол. Кто его знает, тот его знает. Евреи страдали из-за высокого мнения о своей нации перед другими нациями. Они и до сей пор считают свою нацию слишком высокого мнения. Это, по-твоему, это как бы причина для того, чтобы их убивать, что ли? А те, кто их убивали в концлагерях, не считали свою нацию выше других? Они разве не этим отличились в этом мире? Что они считали себя арийцами? Что именно они достойны чего-то хорошего в этом мире? А все те, кто не такие, по их мнению, нечистокровные, как вот этот сказал, чистокровные чеченцы или нечистокровные. Вот точно так же и Гитлер считал, что люди есть какие-то арийцы и есть не арийцы. Ну, не один Гитлер, а там целая группа, это целая власть была, а это не он один это все делал. Вся эта власть, они были на этих убеждениях, что есть какие-то арийцы, что они лучше, чем какие-то там евреи, и поляки, и славяне, допустим, цыгане. Они считали, что они лучше, они круче. И это была основа вообще фашизма, нацизма. Что значит нечистокровный чеченец? Грязнокровные тоже бывают, что ли? Некоторые чеченцы почему-то говорят о тебе, что ты нечистокровный. Это выражение таких националистов. Я не знаю, что подразумевается под нечистокровными. Попахивает фашизмом. Такие выражения попахивают фашизмом. Чистая кровь, грязная кровь. Субтитры создавал DimaTorzok